19 апреля антимонопольщики дадут оценку рекламному креативу омского турагентства «Артем». Плакат «Родина, мать зовет» предпринимателя разместил на баннере, который призывает покупать путевки у него. Если Уфас признает, что бизнесмен оскорбил патриотические чувства о мече, ему грозит штраф до полумиллиона рублей. Мои коллеги расскажут подробнее об омском случае, а еще о других примерах провокационной рекламы, которая была использована в Сибири. Грузинский художник Ираклий Таидзе рисовал плакат «Родина, мать зовет» со своей жены. Изображение принесло художнику мировую известность и вдохновило миллионы человек на борьбу с фашизмом. Теперь вдохновляет отправиться к морю. По крайней мере, так решили в туристической фирме «Артем». Антимонопольщики оценят креатив 19 апреля. Вообще коллажи с персонажами советских агитплакатов пользуются у рекламщиков особой популярностью. Были у нас дела, связанные с рекламой пластиковых окон, там, где использовался образ солдата, также времен Великой Отечественной войны. Штрафы для должностных лиц от 4 до 20 тысяч рублей, а для юридических от 100 до 500 тысяч рублей. То есть такие санкции. В Новокузнецке пошли дальше. Владелец юридического агентства так и не понял, что серьезно нарушил закон, когда решил пропиарить свои услуги с помощью изображений министра пропаганды фашистской Германии. Плакатами с Йозефом Геббельсом он обклеил автобусные остановки и маршрутки. А у Томичей проблемы другие. Их возмутил не политический, а эротический подтекст рекламы студии коррекции фигуры. Слоган написали разным шрифтом, отчего смысл фразы изменился полностью. Если ты не видишь из-за своего зрения мелкие буквы, ты читаешь совершенно грамотно выставленную фразу. Хочешь, давай займемся. У тебя ведь большое, тебе понравится. Совершенно понятная с эротическим подтекстом фраза. Где здесь написано 18+. Еще один пример в Новосибирске. Плакат, который призывает пить кофе. Именно здесь состоит всего из нескольких слов, но без пробелов. И горожане сразу увидели во фразе «пей здесь кофе» двойной смысл. В самой кофейне обвинения в провокации не признают. То, что сделали мы, я не вижу в этом ничего плохого или резонансного. Это обычная реклама. Нужно было кратко, одной фразой или одним словом дать понять, что здесь есть кофейня, что здесь можно выпить кофе. Это не первый креатив, который придумал владелец кофейни. Накануне президентских выборов в США посетителям предлагали провести свое голосование с помощью стаканчиков, на которых были изображены Хиллари и Трамп. Акция оказалась пророческой. В альтернативном российском голосовании тоже победил Трамп. Тахмин Атынысова и Дмитрий Головко. Новости здесь. Омск. Новости здесь.